сегодня вторник 26 января я наконец-то еду к врачу курологу не испытываю радости от этого вот камень свой взял будем с ним общаться с камнем я в помещении ожидаю доктора с меня взяли сэмплы урины вот отдал камень свой сказали подпишут на анализ тоже отправят но собственно ради этого я здесь но и сейчас с доктором еще пообщаюсь спрошу если у него доступ к тем снимкам которые недели делали в госпитале чтобы узнать если там еще что-то или если на доступа нет пусть он отправит меня на еще одно какой-нибудь там узи мрт кгб бжд ну что докладываю как прошел визит с урологом первым в моей жизни урологом сейчас я включу машину потому что холодно и пускай нагреется уже пока я стою дядька очень классный очень позитивный и общительный ответил на все мои вопросы вот и сказал следующее что камень которая принес идет на анализ и еще ему надо будет тоже вот сэмплы урины взять система такая что он дал каких-то чуваков которым я позвоню специально обычная компания они пришлют целый кит где надо собирать ее за 24 часа походу и потом как-то им обратно отправить я себе даже представить не могу просто вообще суточный пак мочи отправить ну блин это будет еще тот челлендж вот но короче им надо тоже это проанализировать то есть до тех пор пока не будет подвержен анализу камень и вот моча то есть как какой-то химический анализ то есть сказать как бы пока нечего и поэтому пока что иди просто и пей больше воды не менее двух литров в день ось моя просьба вот и пока все следующий визит через два месяца вот так здесь лечат а ну что он еще сказал сказал что если ты ничего не будешь делать то как бы вот по твоим параметрам ттх и так далее тому камню который вышел вот вот все сложившиеся ситуации вероятность того что в течение пяти лет у тебя будет рецидив но повторится камень причем неважно из левой или из правой почки 50 процентов я сказал но это большая вероятность потому что мы его нафиг я как бы у меня теперь фобия он сказал да я знаю поэтому вот проанализируем все и будем что-то делать но пока скорее всего никакой диеты тебе назначать не будем скорее всего выглядит все так что мы просто поймем что привело к этому камню но опять же а что еще мог бы привести к этому камню если если я жру все подряд как бы пью все подряд но нет воду мы сюда пьем не из-под крана как бы всегда покупная хотя кто там знает ту воду тоже вот и все и пиво я пью много все что я пью и ем как-то так все надо ехать домой я же не рассказал что произошло да так вот 28 декабря то есть буквально за пару дней до нового года в 5 утра произошло то что в принципе очень сильно повлияло на мое мировоззрение на дальнейшую жизнь а именно меня разбудил малой 5 утра рядом со мной спал что там поворочился я проснулся сходил в туалет заодно пришел лег на кровать и как только я лег у меня такая прям боль в левой части пояснице я подумал блин опять типа нерв защемил но как-то с каждой секунда я понимал что это не нерв либо я как-то защемил его очень офигенно я попробовал покрутиться на один на другой бок но как-то боль была такой на тупой не 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 режущий и нифига как-то не помогало я подумал да ну не может быть так 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 нервы защемлять я я сполз с кровати на пол я попробовал встать попробовал сесть попробовал уже там на полу как-то там крутится но боль вообще она тупо нарастала причем так очень прогрессивно и сразу же и сразу же начало тошнить какая тошнота сушняк такой дикий во рту я еще не понимаю что происходит пытался пить воду чтобы как-то это и тошноту сгнать и и и и саму и сушняк тоже но я буквально вот за пару минут вот так вот реально пару минут наверно прошло я понял что что-то происходит жестоко и прямо у меня прям вообще у меня уже сейчас глаза вылезут алида только ушла в соседнюю комнату приходила малая проснулась собственно разбудила малого а малой меня приходилось мало я разбудила лиду или это ушла с ней в ее комнату усыплять вот я пополз туда в ту комнату пока лида не уснула говорить что вовол что-то происходит очень ужасное вот естественно там уже все дети проснулись уже 5 утра лида мне что-то там дала какой-то обезболивающе но она именно такими волнами было где-то по спазмами где-то по пять минут наверное пять минут было вообще капец и пять минут капец но поменьше вот в эти пяти минут и когда было капец но поменьше как-то я чуть мог что-то там соображать потом эти пятиминутные интервалы переросли в 15 минутные то есть 15 минут было просто невыносимо наверное вот ну начали так двигаться она увеличение вот эти вот и и вот по-моему на 2 15 минутки когда уже мы там попробовали что-то уснуть типа лида пошла с двумя детьми типа укладывать их спать а я в детской комнате попробовал укутаться потому что тебя еще кидает во время спазмов в этот холод то в такую жару дикую ты не понимаешь укрываться тебе или нет тебя тошнит ты думаешь бежать ли тебе бежать ползти ли тебе к унитазу вообще очень жестокое чувство и боль просто невыносимая в общем мы мы по симптомам поняли что это похоже на камень в почках хотя никогда у меня камня в почках не было но google в помощь вот 15 минут которые были небольшим спадом я попробовал тоже почитать что это такое и понял да что это очень очень похоже на то что пишут в интернете и там все пишут что типа сами не пытайтесь даже лечиться сразу обращайтесь к врачу я понял что хорошо но в пять утра уже было на пол шестого или без 26 но в это время у нас только работают эти emergency неотложка в госпиталях и надо было как-то туда добраться сам за руль я понял что я просто не доеду но это не физически ты не соображаешь пиковой нагрузки боли вообще не понятно что происходит ты как уж готов крутиться разворачиваться пытаясь как-то уменьшить эту боль но нифига не помогает вообще нифига совершенно и я еще усугублял потом я уже понял что я усугублял я еще пил воду потому что это сушняком этим ты пытаешься как-то это бороться вот ну в общем я понял что сами не доеду ли до меня вести не может она с детьми и на такси я тоже не доеду потому что я вообще если я ошибаюсь сейчас не тут двину кони то я не хочу двинуть кони такси да и как-то таксиста подставлять да и пока он доедет и куда он там запаркуется мне надо прям прям капец я понимал что каждую такую 15 минутку еще одно и не выдержу а тогда я так думал в общем я через вот это минут 30-40 подобных мучений я понимаю что надо звонить 911 здесь же нету этого 103 03 вот я звоню 911 понимаю что это вроде как здесь в америка стоит дорого но я также понимаю что по идее страховка должна покрыть стоит это порядка тысячи долларов здесь но страховка должна покрытие из моего кармана бакса 100 должно быть но я так думаю пока еще неизвестно вот я звоню 911 он тоже меня спрашивают что происходит я еле-еле так что-то соображая отвечаю но главный мой point был в том что у меня кидни-стол у меня типа камень в почках и они данный был инстуги оттуда и мерджин сиру мне нужна неотложка ну скорая помощь чтобы доставить меня в мерджинце неотложка ну как бы он собрал себе эту информацию сколько лет где живешь адрес типа кто там дома есть еще нет кого вот и сказал все жди я пошел быстренько одеться хоть как-то по не по неотложески какие-то спортивочки куртку какие-то документы чтобы у меня с собой были телефон и через пять минут приехала скоро я увидел этим уже светомузыку под домом они постучали я василия сам дойдешь я сказал да постараюсь вот это доковалял туда и мыши наверное минут десять лежали ну лет мы лежат мы и лежали они сидели они меня положили в этой скорой на на кушетку и тоже расспрашивали что-то брали данные страховки там что-то вписывали я говорю давай уже поехали а вот распространство что произошло типа расскажи в деталях и вреда едь мать твою эту подыхаю вообще короче мы поехали еще тоже минут десять ехали или 15 единственная радость но но не включал вот эти вот мигалки типа на светофорах ну потому что ночь и так особо не загружена трасса единственный получается плюс это то что на светофорах он стоял сто пудов стоял я так смутно помню но он стоял единственный плюс что он мне сразу под госпиталь подвез прям туда и они меня выгрузили на на этой тележке получается раскладной завезли прям туда в неотложечку госпиталь и там тоже началось положили меня под ресепшен а потому что вот так вот все комнаты видимо сейчас под к видных заняты врачи все заняты никого нет ты тупо ждешь своей очереди и это ужасно меня под ресепшеном что-то там вначале что-то спрашивали распечатать эти браслетики кто-то такой там имя фамилия это дата рождения какие-то штрих-ходы по которым они могут тебя идентифицировать вот сделали там замеры там давление что-то еще но все это время ты лежишь и мучаешься каждые 15 минут вот этими волнами спрашивают опишите боль от 1 до 10 я говорю 10 блин дайте больше шкалу я вам больше нарисую потому что это 6 но это просто невозможно периода когда она спадает она где-то 8 она где-то восьмерка а в периоды спазмов это 15 минут тебя держат так что просто ты как уж на сковородке и тебе так плевать что вокруг происходит какие-то люди что-то ходят что-то спрашивают вообще насрать у тебя там штанина там куда-то закатилась куртка где-то валяется ты вообще как какой-то бомжара лежишь и тебе настолько наплевать потому что вообще ощущение что сейчас ты сдохнешь и сейчас тебе вообще не до этого как ты там выглядишь и что вокруг происходит это конечно жестяк это просто жестяк потом со временем наконец-то нашелся какой-то медбрат пришел мне подключил катетер взяли анализы крови отправили меня еще попробовать посыкать в баночку для анализов мочи что тоже я говорю о тебе это все еще сопровождается тем что тебя постоянно хочется в туалет но ты не ходишь в туалет просто само желание безудержно как-то такая щекотка или что это но этот жестяк тоже короче вообще в комплексе это все ужасные симптомы и ужасно то что надо было очень долго ждать потому что опять же совпало все и ковид и не ковид сейчас секунду с поворотником едет но не пристраивается вот в общем в общей сложности я наверное пролежал так промучился часа четыре потому что только где-то к десяти утра меня наконец-то отправили на x-ray это по-моему или мрт вот тоже куда-то покатил какой-то чувак пытается что-то с тобой разговаривать что ты интерактивировал с ним но но тебе вообще наплевать на все что происходит и там крючишься по-своему ты у тебя своя функция сейчас выжить как-то вот они повезли туда где вот это вот штука круглая куда тебя засовывают там когда русско говорящая тетенька даже она что-то помогла мне хотя бы отстреливать что происходит что мне делать куда лечь каким боком потому что я вообще не понял вот они вот это все у меня там что-то пора сканировали еще полчаса я там лежал и только по дали обезболивающее давали до спустя наверное час или два медали когда пить нельзя ничего нельзя пока не не узнаем результата анализа во-первых брали долго потом анализировали долго уже не знаю наверно часа 2-3 прошло после этого он мне принес сказал на тебе твое обезболивающее он что-то на вколол в этот катетер но нифига не помогло вообще через час еще он пришел помогло игры вообще ты ты вообще что-то давал говорит понял окей пойду с доктором общаться ну то есть доктора до этого я вообще не видел и потом уже только он видимо получил согласие дать какой-то нормально обезболивающее это был морфий вот и он пришел сказал вот на тебе твой морфий типа там тоже вколол в эту же систему капельниц и минут через 15-30 но это уже четыре часа прошло и минут через 15-30 после того как он вколол меня наконец-то начала попускать и вот эти спазмы снизились вот 10-8 они спустились на на пике наверное это было пятерка она на дауне где-то двойка на нижней границе то есть это не все равно не исчезла бесследно это не то что типа попустила типа и теперь расслабиться нифига она просто это снизила этот порог и и вот благодаря этому я я отрубился наконец-то потому что столько бороться с болью я уже не мог тупо организм физически не 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 справлялся и меня отключил я начал отключаться там где-то по минут 15 по 20 вот на вот этих вот нижних болевых порогах 15 минут как когда там на двоечке на троечке меня уже хотя бы отключать ну и потом наконец-то они пришли стали вот мы получили результаты а пришло два человека сказали мы твои доктора ассистент или кто стали дал мы получили результаты снимков у тебя камень в почках я сказал ну замечательно потом и мы так долго думали вот и сказали тебя отправят сейчас в observation room это типа наблюдательная комната или как-то термин как вот и будем там ждать наблюдать за тобой надеюсь что на камень выйдет потому что он меньше трех миллиметров и он должен уже он в нижней части почек значит он уже попадет в эти мочеточники оттуда в мочевой пузырь типа сам выйдет типа будем за тобой наблюдать вот метода откатили положили в комнату нам такая комната прям вообще шик с меню а кстати я сейчас сделаю табочку сюда какая комната была с менюшкой дали мне дали мне специально обученная ситечка через которую надо ходить писать чтобы камень не прав так как знали это очень важно тогда я реально не понимал еще что тут важного но да это очень важно попробовать его поймать выловить вот и там я провел еще наверное часа три-четыре периодически бегая там в туалет попивая водичку на этот раз уже не сказали что можно уже пить вот это потом я прочитал почему нельзя пить воду и и усугублять себе потому что дело в том что форма самой почки она не увеличивается в объеме она не эластичная не такая эластичная как какие-то другие допустим органы и поэтому когда у тебя почка перестает выполнять свою функцию отводить мочу моча начинает скапливаться то есть из-за камня допустим закупорен как канал она начинает набухать сама в себе в оболочке которая препятствует ее расширению не эластичная повторюсь из-за этого происходит очень болезненные ощущения которые именно тупая боль а вот более у некоторых есть там еще там режущая но это если сам камень еще там что-то там тебе режет у меня мне повезло у меня таких не было у меня было чисто тупая боль вот это вот невыносимо и поэтому лишние лишняя жидкость и только делаешь хуже почка пытается переработать куда-то отвести а не может поэтому пить категорически первое что надо сделать это прекратить пить вот ну в общем там мне уже давали и воду и дали меню сказали выбирайся что поесть а что поесть тебя тошнит каждый раз на каждой 15 минутке тебя тошнит ты думаешь пойдешь или не пойдешь там блевать вот поэтому нет под конец я даже перед перед выпиской оттуда я даже что-то заказал себе какой-то там йогурт заказал вот и чай вот меня там продержали до трех вечера сказали раз ничего не выходит болевые ощущения а болевые ощущения принципе ушли к трем часам дня и они возвращались где-то раз в полчаса еще возвращались но не больше двоечки такой вот боли и не более 5 минут то есть на пять минут на два балла вот и ты такой ее сейчас начнется уже реально это так было страшно но она отпускала это такой фу окей полчаса гуляем вот они сказали все едь домой там сам ходи в туалет сам за собой наблюдает ходи через ситечко в туалет лови камень все должно выйти болевые ощущения допустимой нормы но мы тебе выпишем какой-то там ибупрофен если же болевые ощущения вернуться вот той силы которые были снова возвращайся к нам и от ложечку и снова будем давать какое-то нормальное обезболивающее вот так вот меня выписали и дома я еще у меня реально тошнило очень сильно дома вот это же периодика продолжалась полчаса отдыхаешь 5 минут на двоечке переживаешь в туалет периодически бегаешь что-то там и где-то в 9 вечера таки камень вышел я его выловил вообще ничего не почувствовал он сам вышел хорошо что через ситечко все это проходило вот и сразу же стало как-то вот легчать 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 и и наверное к 11 я уже прям чувствовал что даже наконец-то я созрел чего-то покушать потому что ничего не ел за день вот в общем ну а дальше дальше все дальше надо только было назначить визит к любому из доступных урологов отнести камень на анализ потому что бывают там оказывается 4 5 там 6 этих всех видов камней и причины их возникновения надо понять по этому виду чтобы потом прописать соответствующее лечение вот собственно что сегодня и произошло я наконец-то за три недели попал к урологу потому что ближайшие даты все заняты тут в америке всегда так любому врачу за две недели за месяц а еще и ковид вообще пациентов принимаем только на 25 процентов на 30 на 50 в общем да так что я рад что я наконец-то здесь побывал и через два месяца надеюсь узнаю что привело к тому что случилось 28 декабря 2020 года реально никому бы такого не пожелал единственно чтобы пожелал это если есть возможность сходите и сделайте профилактику сделайте узи почек просто просто посмотрите если это недорого стоит просто проверьте потому что если бы подобная фигня меня застала где-то там самолете или нет дома вообще где-то я хз я реально не знаю это это жестяк это просто жестяк поверьте насколько это жестяк вот на этом все в конце поставлю ролик наверное из самого госпиталя какая там была палата пока нам нужно было плачать и да и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok